Почти 5000 человек признаны жертвами обмана в долевом строительстве на Кубани. Значительная часть из них в Сочи. По самым проблемным стройкам города-курорта прошли накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн, первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов и заместитель генпрокурора России Сергей Воробьев. 10 многоэтажных недостроев – печальное наследие несовершенных законов начала 2000-х. Большинство горе-застройщиков уже давно объявили себя банкротами. Некоторых преследуют по уголовным статьям. Теперь, чтобы долгожданные новоселья в этих домах все-таки состоялись, нужны новые инвесторы. На этот раз добросовестные. И достаточно жесткая дисциплина, которую призывает руководитель региона Кондратьев Иванович, позволит нам в ближайшее время выполнить ту дорожную карту в интересах граждан, на которых мы сказали. В связи с этим стоит вопрос муниципалитету, региональным властям найти инвесторов, которые могли бы выполнить строительство с тем обременением и наследием тех дольщиков, которые есть. Каждый конкретный случай обсудили на совещании под руководством Александра Хинштейна, руководителя рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков. Депутат отметил, что за последнее время краевые власти добились по-настоящему значительных успехов. Всего за несколько лет доля проблемного жилья в регионе сократилась в пять раз. Эта проблема может и должна быть в этом году полностью завершена в Ейском районе. Более половины всех проблемных объектов в городе Краснодаре в этом году будут сданы, в этом нет никаких сомнений. Мы увидели сегодня документы и видеофиксацию этих объектов. Три в городе Сочи, четыре в Анапе. Краевой бюджет уже выделил 370 миллионов рублей для поддержки дольщиков. На эти деньги в дома проводят свет, газ, воду, создают всю необходимую инфраструктуру для скорейшего ввода объектов. Власти рассчитывают, что эти меры, а также тесное сотрудничество с прокуратурой и правоохранительными органами помогут полностью решить проблему обманутых дольщиков в Краснодарском крае в течение ближайших двух лет.